Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры! Вы на канале Workets. Сегодня 24 августа и мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Начало недели прошло. Сегодня будем уже ожидать каких-то конкретных движений, каких-то действий более четких со стороны рынка. И давайте посмотрим, какие торговые идеи актуальны на текущий момент. Начнем с индекса S&P 500. Итак, индекс S&P 500 согласно нашему основному прогнозу поднялся еще немного повыше. Движемся, мы уверены, к цели 45.11, про которую говорили еще в конце прошлой недели. И сейчас четко видим, что тренд у нас возвращается в восходящее русло. То есть коррекция была, как видно, достаточная для того, чтобы все игроки могли закупиться. И сейчас пока что продолжаем держать позиции. Коррекции. На текущий момент я не вижу для того, чтобы можно было где-то усилить позицию и усредниться. Но можно использовать те размерности, которые у нас были в конце прошлой недели. Они получатся не очень длинными, эти размерности. Поэтому при малейшем исполнении одной из них можно будет смело усреднять позицию и заходить дополнительным объемом в лонг. Пока что мы держим позиции аккурат до верхней границы трендового канала. Там дальше будем смотреть, как себя поведет цена. Но учитывая ее характер движения в прошлом, скорее всего будет небольшая проторговка. И затем мы пойдем в восходящем направлении. Цикличность рынка на S&P 500 очень четко прослеживается. Примерно раз в месяц происходит сброс позиций и набор новых. Поэтому пока что мы с вами придерживаемся направления в лонг. Ну а на коррекциях покупаем. Далее по евро-доллару. Вчерашний день мы еще чуть-чуть подросли. Как видим была у нас реакция на уровень минимальной коррекции. До уровня глубокой коррекции мы пока не дошли. И здесь такой тоже интересный момент. На этой неделе будет несколько выступлений Джерома Пауэлла. Что может дать дополнительный драйвер или спровоцировать смену направления по всем валютным активам с американским долларом. Поэтому на евро-доллар и на фунт-доллар я бы обратил особое внимание. В связи с тем, что все-таки тренд у нас здесь продолжается быть нисходящим. А фундаментально многие указывают на слабость американской валюты и возможность ее обвала к основной корзине активов. Поэтому на текущий момент здесь я бы рекомендовал следующее. Если вы держите лонговые позиции, то держите их не выше 1.1768-1.1777. Поскольку из этого циклического диапазона здесь наиболее вероятны срывы. Тем более, если мы с вами посмотрим на объемный индикатор, то видим, что как раз плюс-минус на эту область приходится два уровня ПОК. И от этих уровней, соответственно, цена может очень неплохо отскочить и пойти в нисходящем направлении. Более того, мы еще не прошли уровень глубокой коррекции. От него также возможны какие-то сюрпризы и походы в нисходящем направлении. Поэтому основная задача для нас сейчас будет отработать те границы, про которые мы говорили вчера. То есть у нас есть размерность, у нас есть циклический диапазон и есть уровень сопротивления. Поэтому заходим от него в сделку. Если есть лонговые позиции, то лучше их перевести в безубыток. Я вчера так и поступил вечером уже, когда закрывал торговую сессию. Идем далее. Фунт-доллар. По фунту, как видим, мы, согласно нашему основному сценарию, приблизились к ранее пробитому трендовому каналу. Здесь выполнили размерность, которую как раз вчера построили, исходя из этого движения, которое было в восходящем направлении сформировано. Теперь ждем дальнейшего развития событий. То, что мы с текущих позиций двинемся в восходящем направлении, ну не знаю. У меня есть некоторые сомнения. Хотя бы исходя из того, что все-таки тренд очень бодренько сменился на нисходящий. И здесь возможен краткосрочный разворот. Мы с вами говорили о том, что по фунту у нас есть вот это восходящее движение. И пока не пробита граница волнового уровня, мы считаем, что это у нас волна B в восходящей трехволновой конструкции. Но сейчас мы видим, что граница волнового уровня у нас была пробита как раз в конце прошлой недели. Поэтому здесь мы уже говорим о том, что вероятнее всего это волна C. То есть наиболее сильная, наиболее мощная волна, которая нас по идее может увести глубоко вниз по структуре старшего таймфрейма. Напомню, что граница этого движения у нас находится в районе 1.3330. Поэтому сейчас я рекомендую вам присмотреться к фунту на предмет его продажи по отношению к американскому доллару. Ближайший потенциал 1.3613. Это уровень проторговки, который мы нарисовали с вами в пятницу. И более дальние цели, только что я озвучил, это 1.3330. Потенциал, конечно, очень большой, более 300 пунктов, но тем не менее такой исход вполне возможен. Поэтому здесь будьте внимательны. Также цена, выполнив небольшую коррекцию, может пойти дальше уже на трехсоставное движение и выполнение размерности более старшего таймфрейма. Такое тоже вполне возможно. И така мы уже продавать будем вот с этих границ. Это 1.3816, 1.3832. Но пока что придерживаемся ближайшего сценария, который я озвучил. Далее. Доллар, японская иена. По доллару, японской иене мы вчера идеально отработали верхнюю зону ликвидности. Как видим, даже не вышли за ее границу. Поэтому, если вы здесь входили, у вас сделка как минимум должна быть уже в хорошем плюсе. И можно ее перевести в безубыток. Здесь пока что просматривается именно тенденция нисходящего краткосрочного движения. Хотя бы исходя из вот этой идеи, что мы пробили наклонную трендовую линию и закрепились ниже нее. Поэтому можно смело переводить сделку в безубыток и ждать отработки до нижней границы зоны ликвидности. Отсюда уже покупки будут носить агрессивный характер. С большей вероятностью мы уйдем по структуре старшего таймфрейма в нисходящем направлении. И будем ожидать цену в районе 108.609, 108.782. Так, идем далее. Доллар канадец. По доллар канадцу вчера, к сожалению, не сработала идея похода именно вот по этой ранней размерности, которую мы рисовали. Здесь я входил в сделку и меня в итоге сегодня выбило по стоп-лоссу. Цена просто безбожно катится в нисходящем направлении и ничего с этим, к сожалению, не поделать. Но, в принципе, если кто-то следит за доллар канадцем в течение длительного времени, то знает, что такие срывы цены и возвраты, они происходят довольно часто. Это, например, один из них как раз был в тот период, когда мы полностью сменили тренд на нисходящий относительно американского доллара. Поэтому ничего страшного здесь не произошло. Ну, даже если вы поймали стоп-лосс, это не повод уходить в депрессию, расстраиваться и так далее. Сейчас немножко подождем, пока цена на данном инструменте успокоится и примем решение по дальнейшей его судьбе. Вполне возможно, что подскажет нам направление движения нефтяных котировок и общая тенденция, общая динамика индекса доллара. Куда он пойдет? То есть туда и будем искать сделки по доллар-канадцу в том числе. Но на текущий момент мы будем здесь все-таки подождать, немножко понаблюдать за инструментом. Сейчас у нас цена остановилась в районе проторговки, достаточно сильный диапазончик, где, скорее всего, будет происходить борьба между быками и медведями. Поэтому результат этой борьбы мы с вами увидим в качестве срыва цены и будем двигаться по данному движению. Идем далее. Доллар-франк. По доллар-франку мы оттестировали нижнюю границу зоны ликвидности, причем здесь, видим, была очень хорошая точка входа. И, к сожалению, меня здесь выбило по безубытку. То есть мы, по-моему, как раз вот эту сделку мы рассматривали в то время, когда я делал обзор вчера. И я заходил в эту сделку, но затем перевел ее в безубыток. И на открытии американской торговой сессии меня уже закрыло в нуле. Вот. Поэтому сейчас пока что я эту валютную пару трогать не буду. Я посмотрю, куда она дальше пойдет. Если мы будем снижаться вниз, то здесь будет гораздо более удачная точка входа в районе диапазона 0.9065-0.9076. Уже из этого диапазона мы с вами сможем спокойненько закупиться и отработать движение в восходящем направлении. Ну или как минимум, если не будет такой сильной тенденции восходящей, то мы сможем отработать как минимум какую-то предыдущую размерность. Их у нас здесь накопилось достаточно много. Как видим, в принципе, на любой вкус, цвет и размер. Даже есть более мелкие размерности типа вот таких. Но это уж совсем маленькое. Порядка 30 пунктов. Это ни о чем. Как бы такое движение даже рассматривать не хочется. Его скорее всего стоит рассмотреть только как коррекцию для поиска точек входа в продолжение тренда. А как коррекционное движение, которое можно забрать, честно рассматривать его не хочется. Поэтому по доллар-франку сегодня я буду занимать выжидательную позицию. Смотрю, как он будет двигаться. Ну и два сценария. То есть сценарий номер один. Мы снижаемся к нижнему диапазону отсюда агрессивные покупки. И сценарий номер два. Это возвращаемся снова над линией поддержки и сопротивления. Закрепляемся и через паттерн 1, 2, 3 отрабатываем верхнюю зону ликвидности. Так, идем далее. Австралиец. Австралиец выполнил те максимальные размерности, которые мы вчера рисовали, как видим. Но пошел еще дальше. Сейчас пытается закрепиться выше зоны. Это у нас получается уровень глубокой коррекции по отношению к последнему срыву цены, произошедшему 18 августа. Ну а по отношению ко всей вот этой нисходящей волне, можно сказать, мы как раз пробиваем сейчас тот диапазон, который является для нас ключевым. Поэтому здесь будьте внимательны. Если рассматривать размерности, которые у нас здесь могут возникнуть, то они практически все уже выполнены. Если только мы не рассмотрим полностью вот эту размерность, полностью от этой точки до верхней границы плетового диапазона. То есть эту размерность мы как раз выполнили с маленькой погрешностью, но выполнили. И сейчас у цены есть большие шансы скорректироваться. Но если этой коррекции сейчас не последует, если фундамент все-таки нас уведет дальше наверх, то следующая волна, она, судя по предыдущей размерности, может быть очень мощной. То есть гораздо выше, чем то, что мы с вами намечали ранее. И как раз она может нас увести в район уровня глубокой коррекции по отношению к последней нисходящей волне. Это котировка 0.72.86. Поэтому предпочтительнее, конечно, с текущих позиций никаких агрессивных решений здесь не принимать, а подождать развязки. Если уж мы будем двигаться в восходящем направлении, то продавать от уровня 0.72.86. Ну а с текущих позиций, как видим, мы уже пытаемся пробить данный диапазон. Поэтому здесь продажи носят агрессивный характер. Далее. Новозеландец. Ночью по нему вышли весьма положительные макроэкономические новости. Поэтому не исключено, что в ближайшие несколько часов на европейской и азиатской торговой сессии новозеландец будет укрепляться по отношению к основным валютам. Здесь, наверное, я тоже буду, как и по доллар-франку, занимать в ожидательную позицию. Потому что у нас есть вот этот уровень 0.69.69. Он же у нас является зеркальным уровнем поддержки и сопротивления. Но у нас есть более старшая размерность, которая может увести нас выше к уровню 0.70. Это раз. И во-вторых, вот этот срыв цены. То есть если рассматривать уровень, тот, который я озвучивал ранее, он попадает как раз на середину этого срыва. По сути, когда происходит вот такой сброс, здесь нет никаких объемов вообще. Цена не встречает сопротивления. Нет здесь покупателей. Здесь только масса продавцов, которые сбросили фьючерс на новозеландец и больше ничего. Поэтому объективно задержать здесь цену, я считаю, что нечем. Просто нечем. Поэтому не исключено, что если цена пойдет в восходящем направлении, то она будет выполнять размерность большую. Поэтому я буду ждать, пока цена как раз вернется к уровню 0.70 ровно. И отсюда уже буду принимать решение по продаже новозеландца. Ну а если мы будем закрепляться выше трендовой линии поддержки сопротивления, тогда буду переворачиваться, закрывать шорт и открывать сделку лонг. Далее по золоту. По золоту здесь у нас идея следующая. Как видим, мы вчера неплохо подросли. Была небольшая, совсем небольшая реакция на границу зоны ликвидности. Но после этого мы ее пробили и сейчас рисуем что-то наподобие флага. Любители технического анализа, такого классического, олдскульного, сказали бы, что это флаг и сейчас он должен отработать вверх. Но я не такой однозначный в подобных высказываниях, как они. Поскольку данная проторговка может на самом деле выстрелить хоть вверх, так и вниз, исходя из того, куда будет интерес, куда будет зона наименьшего сопротивления смотреть. Поэтому с учетом того, что мы отработали верхнюю зону ликвидности, а нижняя осталась нетронутая, я склоняюсь к тому, что мы можем сделать вот такой финт, а затем уже уйти в восходящем направлении. То есть через сбор стоп-лоссов, через все какие-то такие моменты. Тем более, что… Я вот не помню, у меня индикатор стоп-лоссов здесь есть или нет. Нет, он надо будет добавить. Тем более, что… Сейчас глянем. Понятно, здесь нет этого терминала, потом глянем. Ну, скорее всего, после вот этой проторговки с небольшим преимуществом медведей, которая у нас образовалась на прошлой неделе, здесь скопилось достаточно большое количество стоп-лоссов. Но все-таки не зря же здесь у нас нарисовалась дополнительная зона ликвидности. Поэтому цена будет, как ни крути, туда стремиться. И этот момент можно использовать для того, чтобы спрогнозировать движение цены. И не… Скажем так, вряд ли мы пойдем вниз с текущих позиций по той размерности старшего таймфрейма, который рисовали далее. Все-таки фундамент сейчас на стороне золота именно в сторону роста. Но, тем не менее, такой сценарий вполне вероятен. Поэтому давайте так. У нас есть небольшая проторговка, и нам нужно принять решение, что нам делать. Вариант номер один. Выходим вверх. Здесь есть циклический диапазон. Мы его отмечали ранее. Смотрим. Если рисуем ложный пробой и возвращаемся в нашу проторговку, то открываем короткую позицию и работаем на понижение. И если с этой проторговки выходим вниз, то, ну, само собой, открываем, опять же, короткую позицию. И если выходим импульс наверх и закрепляемся выше уровня проторговки, то здесь снова открываем сделку в лонг. Вчера, кстати, здесь я немножко подколол сам себя. Получается, я сначала открыл длинную позицию на пробой, но затем от зоны ликвидности открывал короткую позицию. И в итоге у меня получился положительный замок, который где-то вот здесь закрылся по стоп-лоссу и тейк-профиту. Так что, в общем, заработать мог достаточно много, но, увы и ах, заработал мало. Так, идем дальше. Серебро. Серебро движется согласно нашему основному сценарию в восходящем направлении. Здесь ничего нового оттестировали, пошли. Сейчас возможны какие-то коррекционные моменты, поэтому отметьте себе два уровня поддержки 23.32, 23.15. Конечная цель, верхняя граница, это 23.900. Здесь даже добавить особо нечего. Все по плану. Нефть марки Brent. Вчера мы говорили о том, что немного подрастем и будем продавать от уровней сопротивления. Так, но уровни сопротивления, как мы видим, мы благополучно пробили, какие-то проторговали, какие-то совсем пробили. И вернулись фактически в треугольник над линию поддержки сопротивления. Поэтому сейчас здесь двоякая ситуация на самом деле. Потому что, с одной стороны, мы выполнили размерность и должны, по идее, пойти в следующем движении, в нисходящем направлении. Цели внизу у нас так и не оттестированы. Это диапазон 63.36, 64.39. Однако, такой характер движения нефти может судить о том, что мы на самом деле сейчас уйдем через какие-то коррекционные моменты. Например, давайте предположим, спрогнозируем 67.58, 66.62 наши ключевые уровни поддержки. И мы уйдем через вот такое движение к нашей верхней цели. Этот уровень мы отмечали ранее, 71.58. Можно даже его пометить в качестве зоны. И это будет наша цель в восходящем направлении. То есть, вполне возможен и вот такой сценарий. При этом, тренд у нас все равно останется восходящим. Но мы уже будем рассматривать не вот эту короткую позицию, а... Ой, не короткую структуру, а структурное движение вот это. Это более мощное, более дальнее. Ну, кстати, оно нас уводит еще дальше, к примерно 73 доллара за баррель. Так что здесь будьте предельно осторожны и внимательны. Далее идем. Доллар-рубль. Он идет согласно нашему основному плану. Ждали мы вчера, говорили про то, что выполним коррекцию. Коррекцию, видим, выполнили к нижней границе трендового канала. И сейчас снова начинаем набирать потихоньку позиции в лонг. При этом будьте внимательны. У нас есть уровень 73.62, который находится за границей трендового канала. Причем это зависит от того, каким образом мы нарисуем трендовый канал. То есть, если он будет вот таким, то здесь, как видим, он как раз приходится на нижнюю границу. Ну а если нарисуем то, как это было раньше, то там уже будет по-другому. Поэтому пока давайте придерживаться именно такого сценария. Размерности у нас здесь все выполняются. Поэтому, в принципе, торговый план есть. И он достаточно неплохой, на мой взгляд. Уровень поддержки 73.61. От него покупаем. Если с текущих позиций вы уже затарились, то держим позицию. Если еще не затарились, то рекомендую вам немножко подождать и зайти в сделку. Ну, либо опять же от нижнего уровня, либо через вот такой паттерн. То есть, это будет более реально, более удачно, более такая консервативная точка входа. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли!